Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Таджикистана ММЛ Рахмона находится с визитом в Таджикистане для участия в качестве почетного в гостя в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. С подробностями нас ознакомит корреспондент СБС Шимистан Мамедов. Здравствуй, Шимистан. Здравствуйте, Лили. Приветствую вас из столицы Таджикистана Душанбе. Здесь проходит пятый саммит лидеров стран Центральной Азии. И за всю историю проведения этого мероприятия, оно проводится с 2018 года раз в год, и впервые в этом саммите принимает участие глава государства, не входящего в состав Центральной Азии. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в саммите в качестве почетного гостя. И буквально сейчас поступила информация, что завершилась встреча азербайджанского лидера Ильхама Алиева с президентом Таджикистана. Также ожидается, что президент Азербайджана выступит на саммите. Я отмечу, что Азербайджан успешно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии. К тому доказательства и экономические показатели в том числе. Конечно же, речь идет в первую очередь о транзитном потенциале региона. Естественно, Центральная Азия ассоциируется у нас всех с историческим шелковым путем. И сегодня этот регион обладает огромным транзитным потенциалом и реализуются масштабные проекты с участием в том числе Азербайджана. К примеру, если говорить об экономических показателях, то стоит отметить, что товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии в 2022 году, то есть в прошлом году, составил 1 миллиард и 300 миллионов долларов США. Это по сравнению с 2021 годом рост составляет 3%. Есть также статистические данные, экономические данные о первом полугодии этого года. Так, за январь-июль текущего года торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии превысил уже 900 миллионов долларов. И помимо этого, конечно же, увеличиваются и инвестиции как в Азербайджан, так и из Азербайджана в страны Центральной Азии. И, естественно, стоит отметить, что реализуются совместные проекты и продолжается делать все необходимое для того, чтобы использовать транзитный потенциал региона для перевозки товаров из Китая в Европу. Так, здесь все больше внимания привлекает средний коридор. И этот проект реализуется уже несколько лет. И он начинается с китайско-казахстанской границы, проходит через страны Центральной Азии, затем Каспийское море, потом Азербайджан, Грузию, Турцию. А затем товары поступают в Европу. И ожидается, что эта тема также будет в центре обсуждений сегодня. Также хотелось бы привести точные данные вам об инвестициях. У нас есть такие данные. Значит, чтобы не ошибиться, точные данные представляю вам. Из Азербайджана в страны Центральной Азии всего было инвестировано в размере 284 миллиона долларов США. А из стран Центральной Азии в Азербайджан было инвестировано 135 миллионов долларов США. Я отмечу, что за последние два года президент Азербайджана совершил 9 визитов в страны Центральной Азии. А главы государств Центральной Азии совершили 5 визитов в Азербайджан. И до конца текущего года ожидается также визита нескольких глав государств в нашу страну, в Азербайджан. И помимо этого здесь также обсуждаются и другие темы. Я отмечу, что сотрудничество Азербайджана с странами Центральной Азии зиждется на действительно серьезной договорно-правовой базе между сторонами, между Баку и странами Центральной Азии. Было подписано свыше 530 соглашений, которые охватывают различные сферы сотрудничества. И стороны, судя по этому мероприятию, намерены и дальше укреплять это взаимодействие, эту кооперацию. И импульс развития этих отношений придают также дружественные отношения между главами государств. Ведь Азербайджан и страны Центральной Азии связывают не только исторические, культурные и религиозные отношения, а также экономические и политические отношения. Я также подчеркну, что здесь, на полях этого саммита, проходят и другие мероприятия. В частности, обсуждается также борьба с коронавирусом, ведь мы знаем, что до сих пор продолжаются распространяться различные вариации этого коронавируса. И сегодня на полях этого мероприятия мы поговорили также и с участниками дополнительных мероприятий, которые здесь проводятся. В частности, директор Европейского представительства ВОЗ прокомментировал вклад Азербайджана в борьбу с коронавирусом и напомнил о том, как Азербайджан помогал странам движения неприсоединения получить доступ к вакцинам. Мы знаем, что Азербайджан был председателем в этой организации движения неприсоединения и делал все возможное, выступал на международных площадках для того, чтобы добиться справедливого доступа стран, африканских стран к вакцинам. И вот давайте же послушаем, что нам рассказал Ханс Клюйге. Азербайджан очень близко к моему сердцу. Огромное спасибо. В территориях, значит, детское учреждение. И, конечно же, стоит отметить, что уделяется огромное внимание тому, чтобы оказывать Азербайджану поддержку в восстановлении этих территорий. Помимо этого, следует напомнить, что страны Центральной Азии преимущественно здесь страны тюркского мира. И все мы знаем, насколько Азербайджан уделяет внимание консолидации всего тюркского мира. Более подробнее об итогах этого мероприятия, о мероприятиях, которые проходят на полях этого саммита, мы расскажем уже в следующих эфирах студии. Благодарю, Шамистан. Напомню, что на прямом подключении с Душамбе был наш корреспондент Шамистан Мамедов. Продолжение следует...